Продолжаем нашу любимую книгу «Урода Чува». Я, как всегда, бросил в чат линк на Google Docs текстом. Я надеюсь, что сегодня мы успеем закончить нашу восьмую главу и начать девятую. Поэтому два линка. Если кто-то может, повесьте, пожалуйста, эти линки на Facebook. Мы ведем трансляцию на Facebook также параллельно. И, ну, значит, давайте тогда к тексту начнем. Всем здрасте, всем привет. Я опять вижу, видимо, есть незнакомые, новые. Всем, всех я с большим удовольствием приветствую. Значит, начинаем. Итак, у нас последняя, последний, шестнадцатый абзац, восьмой главы. Все последние абзацы восьмой главы мы боролись с отчаянием. И мы продолжаем. И мы продолжаем. Итак. Когда приходит к человеку желание сделать полную циву, исправить все свои дела и чувства, даже только в мысли, пусть не падает духом беспокоясь о множестве своих грехов, которые стали более ощутимыми для него. Здесь для меня важный вопрос. Что такое даже только в мысли? А в чем же еще? Человек решил сделать полную циву даже только в мысли. То есть, он пока еще ничего не делает. Он пока еще только подумал. Он только решил сделать циву. Он еще ничего конкретного не сделал. Он только принял желание, принял решение исправить. Пусть не падает духом беспокоясь о множестве своих грехов, которые стали более ощутимыми для него. Ибо такова природа человека. Все время, пока он преследован разгулом грубой страсти и мраком дурных качеств, обуявших его, не так уж он и чувствует свои грехи. А иногда и вовсе не чувствует. И выглядит праведником собственных глазов. Я, по-моему, эту идею высказывал много раз. Видимо, уже настолько зашло в меня, что я уже, наверное, забыл, что это просто написано у раба. Человек, который борется со своим дурным началом, он выглядит злодеем в собственных глазах. А человек, который не борется, выглядит праведником в собственных глазах. Но как только пробуждается совесть человека, тут же ему открывается высший свет души. И вся его душа проверяется перед ним в этом свете. И видит он все пятна. И сердце его тревожится в великом беспокойстве о его несовершенстве и глубине его падения. Но именно теперь пусть он проникнется сознанием того, что это видение сопровождающего его тревога суть самые благоприятные знаки, предрекающие ему вечное спасение на пути исправления души. Таким образом, пусть он крепится весьма во Всевышнем Боге Своем. Человек, который не задумывался никогда, идея, что бы его не посещало. Я вполне ничего себе. Ну, нормально. Есть хуже, есть лучшее. Но я нормальный. Все со мной в порядке. Исправлять особенно ничего не надо. Ну, как бы, к себе хорошо относится. У него с собой все хорошо. Человек, который понимает, что нужно делать, чего. Нужно исправиться. Нахава, у вас включен микрофон. Нужно исправиться. Это вот само желание сделать, что это самоосознание. Это великий свет. И этот великий свет начинает просвечивать нашу собственную душу. Как вот, знаете, листочек бумаги на свет. И все жирные пятна сразу проступают. Выпячиваются. Человек смотрит на собственную свою душу. Вдруг. А там куча пятен. Вся душа у меня запятнана. Я не то, что я там нехороший, я очень даже плохой. Это вот вдруг. Что это такое? Это на самом-то деле, что зажглась лампочка. Кто ее зажег? Ты ее сам зажег. Как ты его зажег? Тем, что ты решил сделать шву. Тем, что ты полностью нужно что-то исправлять. Зажглась лампочка. Света. Души в душе. И начала эту самую душу в этом свете внимательно просматривать. Как вот в темной комнате загорелась лампочка. Пока в темной комнате все нормально. Тут, оказывается, и пыль, и здесь набросан, и там накидано. Загорелся свет. И в этом свете пятом вдруг мы видим в собственной душе множество пятен. И мы ужасаемся. И мы отчаиваемся. И мы говорим, ой, нам этого никогда не преодолеть. Наоборот. Эта вот лампочка, которую мы сами зажгли, это самый лучший высший знак. И, соответственно, что мы смотрим на свою душу и уже не так довольны, это высший знак того, что мы на верном пути. Но как только пробуждается совесть человека, тут же открывается ему свет высшей души. Это, видимо, высшая часть его души. И вся его душа проверяется перед ним в этом свете и видит все ее пятна. И сердце его тревожится в великом беспокойстве его несовершенствии и глубине его падения все было хорошо. Что-то упало. Правильно. Но уже вернулось. Все в порядке. Более-менее. Нормально? Да. Упало. Все остальное похотироваться. И вся его душа проверяется перед ним в этом свете. И видит он все ее пятна, и сердце его тревожится в великом беспокойстве, его несовершенствии, глубине его падения. Но именно теперь пусть он проникнется сознанием того, что это видение сопровождающего тревога суть самые благоприятные знаки, предвлекающие ему вечную спасение на пути исправления души. У тебя сейчас ты в лучшем состоянии, чем было не в худшем. Радуйся. И таким образом пусть укрепится весьма во Всевышнем Боге Своем. Еще раз прочитаю. Это мне напоминает из моего опыта как ученик, как я, допустим, который не очень хорошо учился. Ну и получал там свои двойки, иногда тройки, иногда четверки. И вдруг решил учиться. Начал там хорошо за книжками, зубрить. А больше что происходит? Сразу подряд две-три двойки. Именно в этот момент как раз вылаживают все эти самые. Все, что не доучил, не можешь одним запрыгнуть сейчас получить. Вот когда у меня это было постоянно ухтяжело, это уже знак. Как только валял дурака, здесь тебя пронесло, там вытянул на троечку, здесь хорошо. Начал серьезно учиться, у меня это мой личный опыт, мне можно. Сразу две-три двойки подряд. Такая проверка на прочность. Серьезно решил учиться? Ну вот как Брав говорит, ну тут у меня это немножко мистика, это мой личный опыт, никого не обязывает, но Рав говорит о более широком понятии. В тот момент, когда человек начинает только хочет делать шву, он себе этим включает внутреннюю лампочку. и в ее свете начинают выпячиваться всякие пятна, на которые в его душе, на которые раньше не обращал внимания. Ему страшно и плохо. А он говорит, успокойся, это страшно и плохо, это очень хорошо. Еще раз с вашего позволения прочитаем наш текст. Когда приходит к человеку желание сделать полную шву, исправить все свои дела и чувства, даже только в мысли. Пусть не падает духом, беспокоясь о множестве своих грехов, которые стали более ощутимыми для него, ибо такова природа человека. Все время, пока он преследован разгулом грубой страсти и мраком дурных качеств, обуявших его, не так уж он не чувствует свои грехи, а иногда и вовсе не чувствует, выглядит праведником собственных глазах. Но как только пробуждается совесть человека, тут же открывается ему свет высшей души, и вся его душа проверяется перед ним в этом свете, и видит все ее пятна, и сердце его тревожится в великом беспокойстве, его несовершенстве и глубине его падения. но именно теперь пусть он проникнется сознанием того, что это видение и сопровождающая его тревога суть самые благоприятные знаки, предрекающие ему вечное спасение на пути исправления души, и таким образом пусть укрепится весьма во Всевышнем Боге Своем. Как всегда мы остановимся здесь и вернем микрофон аудитории. Пожалуйста. Здравствуйте. Еще раз. Вот то, что вы говорили про вот этот пример с учебой, условно говоря, может быть здесь тоже зависит от отношения Всевышнего, то есть то, о чем вы говорили, оно правильно, но как это получается, что учитель смотрит, что ты, условно говоря, раздолбай, и с тебя спрашивать не так, как с тех, кто старается. Потом, когда ты вдруг берешься и с тебя начинают серьезнее спрашивать, идет вот это ухудшение. Может быть, вот так, да, но вот... Здесь подобие, в смысле, есть здесь подобие или нет? Да, может быть. Может так. Да. Но вот действительно, вы заметили, мне это понравилось, что мы видим, опять это тоже наш трафарет такой. Для того, чтобы подняться, нужно приспуститься. Видимо, это всегда так. Нет, поднятие просто так, первый этап вниз, и только потом вверх. то, что у нас называется спуск для поднятия. Пожалуйста, еще кто-то? Странно, плохо, ну ладно. Спишем это на то, что эту идею я как бы люблю, видимо, ее вставляю куда нужно, когда не нужно. По-моему, на прошлом уроке она нам тоже звучала. И если никто не хочет ничего добавить, тогда на этой ноте мы... Можно вопросик небольшой? Да, конечно. В чем первоисточник плотиевого возникновения желания, отшивы и так далее? Откуда это начинается, так сказать, никуда вот это? Это от человека зависит или свыше? Это важный вопрос и мы его поднимаем время от времени. По-моему, здесь идет квантовая неопределенность. Михаил, у тебя, по-моему, включен микрофон. То есть, это зависит и от человека, и от Всевышнего. Именно, то есть, можно смотреть, что только от человека вообще, можно смотреть, что только от Всевышнего вообще, можно смотреть как-то, но вот это вот именно вот примерно та самая как-то волна-частица, из-за которой всегда есть напряжение. Вопрос очень хороший, вы полистайте уроки назад, мы его поднимали ни раз и ни два, и-и. То есть, нельзя это ответить правильно, это вот только внутри меня, только из моего сердца человек. И нельзя сказать, вот только снаружи, только от Всевышнего. Это немножко такая вот единственная борьба противоположностей в данном случае. это мне напоминает очень сильно вот именно движение по линейке принадлежности чему-то с одной стороны и индивидуальности собственной с другой стороны. То есть, это то, допустим, что пугает людей в чуде. Если это из сердца мое войдется, то есть, как бы обе стороны этого вопроса, у них есть очень серьезные минусы и очень серьезные плюсы. Если я вот отрежу в одну из сторон, то половина людей убежит. И причем очень правильно убежит. Есть проблемы в каждой из сторон. Если чувак исходит только из меня, из моего сердца, то при чем тут Бог вообще? Зачем нам бежит? теперь как это связано, я хочу это рассказать, как это связано с принадлежностью к чему-то и к собственной личности, да? Мне кажется, есть такая вот скала, где есть с одной стороны полная принадлежность к общине, к обществу, к народу, к чему-то такому, но там у нас есть проблема, что мы теряем и растворяем полностью собственную индивидуальность и собственную личность. На противоположном конце есть очень четкое осознание собственной личности, но есть полная непреложность, несоответствие ничему, и ты такая полностью такая одинокая заброшенная пылинка в космическом бесконечном пространстве, никому не нужная, то есть и обе эти крайности они плохи. То же самое здесь. С одной стороны, если чува идет из моего сердца, там источник, то я хочу туда идти, это нормально, это моя суть, моя собственность, но с другой стороны, а куда мне идти? Я пойду туда, ты пойдешь сюда, Бог к этому какое отношение имеет, то есть это примерно соответствует личности, но которая на обочине дороги, выброшенной, плавающий один, безграничный космос. С другой стороны, если это снаружи, сверху, это Бог мне говорит, что нужно делать, с одной стороны, это вызывает во мне неприятие. Я не хочу, не люблю, чтобы мне кто-то снаружи, сверху говорил, что нужно делать. С другой стороны, здесь принадлежность к общемировому потоку исправления и улучшения, которому не только я лично, но и весь мир идет. И поэтому иногда так, иногда так, обе эти стороны в желании чего не присутствуют. По-разному, иногда все вышли, мне могут делать намеки, иногда я на них обращаю внимание, иногда нет. В конце концов, я решаю. Иногда ты можешь посмотреть назад и сказать, а я-то думал, тут я решал, на самом-то деле, вот меня все вичник отправил. И та, другая точка зрения неправильная. С моей точки зрения неверно, вот этот взгляд, который видит одну из этих точек зрения, правильную, а ничего больше не существует. Это вполне неверо. Правильный ответ здесь, и то, и другое, в какой-то смесь. Так, мне кажется, ответ на ваш вопрос. По поводу, где источник ШВ, или внутри сердца человека, или снаружи от Бога. Если вам нравится, если хотите, можно сказать, что в конце концов, правильное движение моего сердца и того, что от Бога, они должны идти параллельно и сойтись. Я могу предложить упрощающий, скажем, вариант, что Бог человеку заложил потенциал, который в нем есть, а я могу его реализовать или не реализовать, вот это желание от Чувы. То есть вся моя работа, вообще говоря, в мире, она в потенциале существует во мне. Ну, тогда это я. Бог заложил и пошел спать. Нет. А если он продолжает меня с футболкой и помогать мне, или что-нибудь что-то делать... Продолжает, конечно, потому что у меня хотели бы хулион о себе решить. Ты не можешь про творение не можешь сказать, что он когда-то его... Секунду. Про творение никак нельзя сказать, что он когда-то заложил, ушел. потому что как бы вообще вне времени, да, поэтому то, что он меня заложил, это... это как бы перманентное действие. О, то есть он продолжает? Ну, он продолжает. подъедет при чем? Тогда мы будем обвинять... Не, не, оно продолжает... Это же то же самое, что заложил когда-то, то же самое, что заложил сейчас. Оно все время как бы есть. Как оно там работает, на что реагирует. Это, так сказать, не все мне понятно. Но, с другой стороны, без моего активного участия тоже не работает. То есть, это совместное, конечно. А знаете, что? Я сейчас обратил внимание, и как раз мы сбежим сейчас этого обсуждения на следующий отрывочек. Мне кажется, вот именно в следующем параграфе, в 9 главе, Раф тоже делит также вот мои желания, сердце, желание человека на два уровня. Желание внешнее, желание внутреннее. Вот эти внешние желания, хотелки, вот мне сейчас хочется там, не знаю, там, мороженого, а сейчас мне хочется там, на фильм сходить, и так далее. Есть вот желание внутренней суть. Иногда эти желания внутренней сути и внешние, они друг с другом борются, и, допустим, очень вот эти вот внешние желания могут заслонять полностью внутренне. И так далее. Может быть, здесь это вот тоже связано, но внутреннее желание, оно может быть более-менее параллельно желанию Бога, в том же направлении. Но мои внешние желания нужно сперва очистить, чтобы до них докопать. Давайте посмотрим. Можно я что-то смешное скажу? Не смешное, это как бы мое схема такая. У меня бабушка была, когда она рассказывала про какого-то нехорошего человека, обидчика или еще чего-то, чье поведение ей не нравилось, она всегда говорила, я бы ему сказала. То есть, она не сказала, но я бы ему сказал. И я вот очень часто, когда я, мне очень хочется кому-то что-то сказать, я вспоминаю свою бабушку и говорю, я бы ему сказал. То есть, это внешнее желание сразу сказать, отреагировать, пригвоздить и так далее. Когда ты думаешь, что в этом нет никакого смысла, это стоит подумать иногда. Очень хорошее такое душевное движение, я бы ему сказал. Спасибо. Спасибо. Извините, можно склиниться тоже? Но на практике для меня вот из той темы, что только что обсуждали, я имею в виду не вообще, а вот практически для меня не так ведь важно какое там точное соотношение, а для меня важно то, что я в своих обстоятельствах приходящих должен сделать зависящее от меня. Ну, правильно? Как понимать эту тему? Да. Да, конечно. Проблема, это не теоретизирование отвлеченное. Это мне на мое мировоззрение влияет, на мое поведение влияет, на мое на все влияет. Это влияет на то, что одному человеку я скажу чува это движение твоего сердца изнутри, он побежит ее делать, в другом побежит другой и побежит противоположим наоборот. Я тому скажу смотри, чува, нам наплевать, что ты думаешь, что ты хочешь, смотри, бог сказал это делать, давай мы послушаем, это важно, он побежит делать чуву, другого я скажу, смотри, это снаружи, бог снаружи пришел, спать, что делать, он побежит от меня. кого-то это может напугать одна сторона, кого-то может напугать другая сторона. Это очень зависит от того, где человек находится, как у него, в какой стороне ему более правильно обратиться. Моя точка зрения, что правильно здесь обе стороны, и они проявляются в разных ситуациях, и это нас касается в конце концов, и в реальных действиях тоже, что мы думаем, и что мы будем делать. эти все вещи очень высокие, это не чистое теоретизирование ради теории. Это от этого, как бы, это тот корень, из которого потом проистекают наши действия. Но с другой стороны, откуда корень чувэ, это важный очень вопрос, но он, как бы, в данном случае, не напрямую тема нашего абзаца. Это да, поэтому очень сильно туда уходить, начать как бы урок туда переводить я бы не стал. Это, как бы, в скобочках важная тема, мы ей посвятили какое-то внимание. Наш абзац, он говорит немножко о другом. Он говорит о том, что в тот момент, когда человек решил сделать шугу, то есть, в данном абзаце раб смотрит, да, то есть, раб не говорит сейчас как правильно, он сейчас смотрит с точки зрения, шугу делает человек, все. В данном абзаце мы подходим к нашей проблеме, это частица. Мы забыли про волны. Нет Бога, который там как-то влияет и что-то там делает. Это будет в другом абзаце или было то, что мы уже учим. В нашем абзаце сейчас подход раба. Шува это полностью твоих рук делал. Ты решил сделать шуву, молодец. Сейчас Бог или ты сам этим, включаем лампочку, которая раньше была выключена. Твоим решением включаю лампочку и покатилась. То есть в приложении к нашему отрывку, который учим сейчас, источник чувства, это сердце человека однозначно. Общий взгляд человека, я сказал, как мне это кажется. Хорошо? Извините, а вот теперь по абзацу можно или я сильно торможу закрыть? А его можно чуть-чуть открыть на экран, чтобы я мог задать вопрос? Во-первых, есть линк в чате, а во-вторых, вот вам нет, торможу, наверное. Вот это вот даже только в мысли. Это относится к решению сделать, потому что написано желание, желание, оно ведь в мысли есть, или что? Или я не понял? Это не может относиться к нарушениям, что в смысле нарушениям, а все в том числе мысли? Или это относится именно к желанию? Нет, желание сделать помощь. Вот это к чему относится? Желание сделать помощь это делиться на мысли и действия. Мысли это, допустим, решение больше так никогда не делать, это понять, что сделал гадость, раскаяться и так далее. А действия это вернуть 10 рублей это извиниться. Теперь человек может думать, я вот пока только решил, до вернуть 10 рублей еще не дошло, до действия еще не дошло, до прекратить курить завтра еще не дошло, я пока только решил. и вот от этого только решил, тебе страшно и плохо, ты видишь, ой, я решил, так это плохо у меня, это плохо у меня, это плохо, я раньше был хороший, сейчас сразу относятся к тому, что когда ты решил продвинуться, на тебя сразу нападает страх, правильно нападает, абсолютно обоснованный страх, потому что включается лампочка, правильная включается лампочка, света души, но душа под этим светом проверяется, и все пятна выпячиваются, они никуда не девались раньше, они были там же, просто сейчас человек сам себя начинает судить, даже вот сделать небольшой шаг вперед, включается много света, и человек начинает сам себя судить, абсолютно верно, но это страшно, я и здесь плохой, там плохой, это неверный, то неверный, как я все это исправлю? Как ты все это исправишь, Раф, в другом месте, я не помню, опять-таки, постоянно по этой книжке, мы уже учили, мы еще будем учить, Раф, ты будешь разбирать отдельно, и он скажет, не переживай, не беги вперед, быстро, иди медленно, то что, Раф, вопросом конкретным, а как вот это все множество я исправлю, поможет нам дальше, когда это вопрос, человек, он испугался, а как же, что же делать? Проблема наша падение духа, человек решил сделать чугу, и за это он сразу падает духом, ой, у меня так много грехов, потому что он сразу видит их все, до того, как мы сейчас читали, он не так внимательно к ней обращал, и это падение духом, это проблема, серьезная проблема, с ней Раф борется, это наоборот, тебе сейчас нужно не духом падать, а воспри, воспри духом, потому что, ты включил свет большой, сейчас свет, это что на свет, это свет твоей души, которая сейчас твою же душу освещает, молодец, Бог сидит, хлопает в ладоши, душа твоя сидит, хлопает в ладоши, а ты тут единственное, так сказать, горючий, правильно, что это больно, правильно, что это неприятно, но это хорошо, это правильно, вот, так я понимаю, это вот, даже только в мысле, это вот, мое, мой здоровый, спасибо, еще, ну хорошо, тогда, тем, кто в чате, вторая ссылка, мы переходим здесь на, первый абзац 9 главы, и он у нас оказался длинный, на две страницы у меня получился, ну там, ну полтора, давайте начнем, так, глава 9, первый абзац, я сделаю, как всегда, видение небольшое, видимо, в этом абзаце, раб говорит, не об обыкновенных людях, как мы с вами, а утонченных, у более высоких душах, у людей, тем не менее, как всегда, как мы говорим, что-то от этого к нам, тоже относится, кроме того, мы понимаем принципиальную вещь, и так, к тексту, постоянство мысли о тшуле, утверждает характер человека, на основе возвышенного благородства, и он непрерывно вбирает в себя дух утонченности, таким образом, устанавливает его тшула, на фундамент духовности в жизни и мире, постоянство мысли о тшуле, делает человека более благородным и утонченным. тшула, обитающая в сердце постоянно, делает очевидной для человека огромную ценность духовной жизни, и великий принцип, воля, добра – это все, разнообразные способности и таланты, не более чем наполнение ее, запечатлевается в душе, благодаря свету тшуле, постоянно приливающему в ней. Итак, человек, который постоянно думает о тшуле, он получает бонусы. Первый из них, он становится более утонченным и благородным, а второй, он начинает понимать великий принцип, воля, добра – это все. Здесь я хотел бы немножко дольше остановиться. Как мы говорили на, по-моему, прошлом уроке, когда мы касались поднимания желания. Мне кажется, здесь раф касается затем и сейчас тоже. Желание к добру. Это все. Это главное. Все остальное второстепенно. Это нужно осознать, это нужно глубоко понять. И это тот подарок, который получает человек, который постоянно думает о чем. Как я люблю считать слова и выражения, обратите внимание, что воля добра появится в нашем отрывке сейчас много раз. Это красная нить идеи. Воля добра. Желание добра. Это желание от Бога сверху вниз. Это желание человека снизу вверх. Но это желание, оно очень центральное и очень важно. И для человека, и для его развития, и для всего мира. Чува, обитающая в сердце постоянно, делает очевидной для человека огромную ценность духовной жизни. И великий принцип, воля добра это все, разнообразные способности и таланты, не более чем наполнение ее, запечатлевается в душе. Благодаря свету Чувы, постоянно пребывающей в жизни. То есть, недостаточно понять какую-то идею головой. Нужно это прожечь, запечатать в душе. Чем это делается? С помощью Чувы, которая постоянно присутствует в душе. Человек постоянно о ней думает. Постоянно сосредоточен на ней. У него прожигается, пропечатывается в душе. Не как логическое понимание, как жизненный империатив, как принцип, что воля добра, воля к добру, желание добра, это все. А все остальное, таланты, это только помощники, это инструменты, это наполнение, это реализация. А принцип это желание добра. Сейчас мы немножко попытаемся продвинуться и понять, что это вообще такое. И как естественное следствие этого, Божественный Дух изливается на него с постоянством. Перевод на простой русский язык, тот, кто постоянно думает о чуле, он становится пророком. Или, по крайней мере, Баль-Роха-Кодиш, низшей уровнем пророчества. Видимо, все-таки это не... Ну, как бы так сказать. Ну, не я, по крайней мере, точно. И высокое стремление к святости возрастает в моем, далеко превосходя обычную для среднего человека мир. Вот из-за этих слов и подобных им я пришел к выводу, что Раф тут говорит не об обыкновенных людях, а о людях более возвышенных. Но, тем не менее, как бы... Это бонусы того, чтобы постоянно думать о чуле. И обратите внимание, видимо, это должны быть не страшные мысли, которые человека вводят в страх, как фильм ужасов, а что-то немножко более утонченное и возвышенное. Так он приходит к познанию истинного блага, абсолютного успеха, который не зависит ни от таких внешних причин, но лишь от самого человека. И это воля добра. Воля добра. Моя воля добра. Зависит только от меня. Не зависит совсем от того, где я, что со мной, мне больно, мне приятно, у меня есть деньги, у меня нет денег. У меня есть где жить, и нет где жить. Это свобода, которая полностью в моей власти. Обычно человек, по крайней мере, нормальный, умный, соображающий, понимает, что в его власти не все, по крайней мере. Он может очень хорошо работать и тем не менее разумно работать и ничего не получить. И наоборот, может еще и быть свалиться не по его труду, не по его заслуги. Но это полностью в твоих собственных руках. Воля добра это твое желание, это твоя воля, и это абсолютный успех. Он меряется абсолютом, этот успех, и он полностью в твоих руках. Наш обычный успех в материальной жизни, он не в моих руках, конечно, не полностью, но он не абсолютный успех. Он относительный успех, вот он успел больше, а я успел меньше, и так далее. А этот успех, он абсолютный, и он полностью в моих руках. Опять-таки, это немножко нам, но это все-таки про более воздушных людей. «Успех этот счастье больше всех кладов и сокровищ, и только он делает счастливым весь мир и все сущие. Ибо воля добра, обитая в душе постоянно, переворачивает весь мир и бытие к добру». это какое-то такое более даже это именно это не из-за действий, это в первую очередь из-за ощущения и самоощущения человека. Это какой-то вот связь душно-прямую. Безусловно, это порождает также действия в этом нашем мире. но то, что мне кажется, о чем говорит здесь Раф, это гораздо выше конкретных действий, которые человек может сделать, это вот именно воля это сама по себе, это осознание ее уже начинает работать видимо лучше и сильнее всего с тем, чтобы перевернуть мир и все сущие к добру улучшить. И благожелательный взгляд, который вы сматриваете теперь в истину суть мироздания, помните, научили про злодеев, и они смотрят на мир злым взглядом, недовольным взглядом. Так вот, праведники смотрят на мир благожелательным взглядом. Это основа. Это не значит, что они видят изъянов мира, но общий взгляд праведников, он благожелательный к миру, доброжелательный к миру, и наоборот. Общий мир злодеев, он злой к миру, он мир против меня, он меня хочет прибить, уменьшить, уничтожить, а взгляд праведника, он благожелательно смотрит на мир. Может, не надо, поэтому праведники, настоящие, они именно, и адвокаты мира, они заступаются за него, у них взгляд на мир благожелательный. И благожелательный взгляд, которым он смотрится теперь в истинную суд мироздания, воздействует на реальность, то, что я сказал раньше, сам взгляд воздействует на реальность, и на запутанные пути этого мира, дабы вышли они из искаженного состояния, и все расцветает, и живет в блаженстве, и с богатством и душевного насыщения, что воли добра. И учение о том, что разрешение всех вечных вопросов зависит лишь от воли добра, распространяется в мире через подвижников исправления, все жизненные настремления которых неразрывно связаны с идеей чума. Таким образом, желание становится утонченным и добрым на самом деле. Как мы говорили в прошлом уроке, самое важное, очень важное, принципиальное в нашем мире это поднятие желания. Поднятие желания, желание становится действительно более утонченным и добрым на самом деле. Как? Не просто так, как сказал прошлого Снехама, из-за моего воображения, что у меня такое классное желание, а из-за чува. Даже мыслях от чува, которые постоянно присутствуют в человеке, у него действительно поднимается и справляется женой. Таким образом, желание становится утонченным и добрым на самом деле. И мир продолжает совершенствоваться. Извините, Натан, таким образом это относится к тому взаимодействие, мое желание влияет на мир, его исправляет. Таким образом, это значит из-за того, что мир исправляется и желание утончается. И мое видение благожелательное мир, оно тоже как бы становится еще благожелательнее. Так я правильно поняла? может быть это верно, я этого не вижу в этом тексте. Это последовательность, нет, я просто пытаюсь понять смысл текста. У меня нет свадок. Чува поднимает желание и делает его выше, а желание исправляет и поднимает выше. Так я вижу последовательность там, чува. там же в середине было влияние желания на мир. То есть это не желание, а благожелательный взгляд, который возникает в результате, он влияет на мир и делает его лучше. Правильно? И таким образом и само желание становится более утонченным. Это как будто... Секундочку, секундочку. Может я неправильно поняла? Желание и внутреннее желание увидеть так. Секундочку, нет, полминуты. Успех. И благожелательный взгляд, который всматривается теперь в истинный суд мироздания, воздействует на реальность, на запутные пути этого мира, дабы вышли из искаженного состояния и все расцветает и живет в благоженстве, из богатства и душевного насыщения, что воля добра. Нет, я не беру здесь как-то... Нет, таким образом это просто возвращение к началу. Желание благожелательный взгляд исправляет мир сам по себе. Но оно становится еще более утончено из-за чего? Из-за того, что мир исправится или из-за того, что просто ты с ним работаешь и само по себе оно постепенно становится более утончено? Нехама. Возвращаемся в начало отрывка с вашего подруга. Ты пойми, у меня нет никакой свары. Я не то, что со своим представлением о том, как это происходит, хочу его сюда леальбечь. Я хочу понять, что написано. Поэтому я считаю. Ну, конечно. Я поэт возвращаюсь в начало. Постоянство мысли о чуве утверждает характер человека на основе возвышенного благородства и он непрерывно вбирает в себя двухутонченност из-за чувы. Таким образом устанавливает его чува на фундамент духовности в жизни и мире. Чува, обливающая сердце постоянно, делает очевидным человеком огромную ценность в духовной жизни. Великий принцип более добра это все. Разнообразная способность и таланта не более, чем наполнение его. Запечатляется в душе, благодаря свету чувы постоянно перебивающего в нем. То есть чува делает чуву и желание более утонченным. Первый этап чува, второй этап поднятия желания. А потом в скобках, кроме всего прочего этот взгляд становится благожелательным и в помощи его исправляется мир. Но вообще мы его описали таким образом процесс утончения все время этого. Чува, поднятие желания, поднятие человека души более утонченным, желание и благожелательный взгляд на мир сами по себе поднимают и улучшают. Да, но это не фидбик какой-то назад желание, я поняла. Все, дети все съели на шинку. Итак, значит, дальше. Так, извините, мне. Покачивайтесь по-моему. вся это наша закончилась. Простите, а есть ответ, почему просто само по себе желание поднимает мир? С чего? Давайте так. Есть, видимо, в данном случае Раф не разбирает, но он как бы нас учит, что это есть связь, желание и благожелательного взгляда, который сами по себе исправляют мир. Можно посмотреть, как это работает, и почему это действует. Хороший вопрос, почему. Давайте так, Раф про это здесь не пишет, я в данный момент не буду выдумываться. Все понятно. Итак, воздействует на реальности запутанное, так, давайте сделаем, воздействует на реальности запутанное пути этого мира, дабы вышли они из искаженного состояния, и все расцветает, и живет блаженство, из богатства и душевного насыщения, что воли, добра. В учении о том, что разрешение всех вечных вопросов зависит лишь от воли добра, распространяется в мире через подвижников и исправления, все жизненные устремления которых неразрезно связаны с идеей чужой. Таким образом, желание становится утонченным и добрым на самом деле, и мир продолжает совершенствоваться. Таким образом, это, видимо, из этого, что Нахама спросила, чу-ва, желание, мир. Я так это вижу. Желание, явление, явленное силой чу-вы, есть внутреннее желание глубин бытия. Не то поверхностное желание, что цепляется за внешние незначительные стороны жизни, но желание, ядро, сердцевина, центральная точка в основании жизни. Ведь это и есть абсолютная сущная душа. это то, что мы говорили до. Итак, это желание, которое проявляется, появляется с помощью силы чу-вы, это внутреннее желание глубин бытия. Это внутреннее желание моего человека, это желание всего мира, всеносущего. Теперь есть два желания, есть разные желания, есть еще другое желание. Не то поверхностное желание, что сопляется за внешних. Как мы сказали к Владиславии, есть желание, которое относится к внешним проявлениям жизни, есть те, которые внутренне. Это желание, которое относится к внутренним проявлениям жизни, оно будится и вот зажигатель его, это чува. Желание явленное силой чувы. Есть внутреннее желание глубин бытия. Не только человека, это желание глубин бытия, Не то поверхностное желание, что цепляется за внешние, незначительные стороны жизни. Но желание ядро, сердцевина, центральная точка в основании жизни. Ведь это и есть абсолютная сущность души. Желание исправления себя. Желание что? Желание добро это все. Желание исправления мира. Это внутренняя сущность и точка внутренней души. А не всякие внешние хотелки. И поскольку, благодаря глубине отшивы, стремление к добру стало постоянным, закрепляется добро в корне души. В подлинной ее суть. Придите внимание, как интересно. С одной стороны, добро это подлинная суть, может быть, души. А с другой стороны, его закрепить в корне души нужно работать для этого. И как естественное следствие этого, следующее поколение, каждое семя, которое приводит в мир подвижник истинного исправления, черпает свет жизненности из источника добра. Это и есть они, обладатели сияющих душ, впитавших в себя идеальный свет высшей святости. Вот она, кстати, высшая святость. Вот они так выглядят, высшие души. Это, видимо, все-таки не совсем мы. Но нам важно знать это вот общее принципиальное строение мира, чтобы понимать, как к нему относиться, что хорошо, что плохо. И как бы вообще такой общий такой компас сторон мира, вот такой вот в духовной карте мира. Видимо, нам стоит еще раз прочитать весь текст от начала до конца. Текст он действительно сейчас нас длинный. Но пока я хочу сделать небольшой перерыв. И, как всегда, дать вам время на вопросы, замечания и предложения. Все вопросы уже высказаны? Тогда давайте прочитаем еще раз текст. Я думаю, по ходу прочтения возникнут еще вопросы. У меня, может быть, тоже возникнут какие-то дополнения. И мы тогда завершим наш сегодняшний вопрос. С вашего позволения возвращаемся к тексту. Постоянство мысли от шури утверждает характер человека на основе воздушного благоустройства. И он непрерывно вбирает в себя дух утонченности. Таким образом, устанавливает его тшуа на фундамент духовности в жизни и в мире. По-моему, это первое предложение, как часто у Рава, это заголовок, который дальше по ходу текста Рав развивает. Соответственно, со второго предложения мы, видимо, начинаем уже, как-то учиться, уже сам материал. Тшуа, обитающая в сердце постоянно, делает очевидной для человека огромную ценность духовной жизни. И великий принцип «воля добра – это все», а разнообразные способности и таланты, не более чем наполнение ее, запечатлевается в душе благодаря свету тшуы, постоянно пребывающему в них. Итак, свет души припечатывает в душе очень важный принципиальный основополагающий принцип. «Воля добра – это все», а способности и таланты – это инструменты, это дополнение, это наполнение. «И как естественное следствие этого, Божественный Дух изливается на него с постоянством. Высокое стремление к святости возрастает в нем, далеко превосходя обычную для среднего человека миг. Из этого, видимо, мы можем сделать вывод, что нормальные люди, простые, у них тшуа не обитает в сердце постоянно, а посещает время от времени. Постоянство мысли о тшуе, тшуа, обитающая в сердце постоянно, это, видимо, действительно какой-то уровень. У нормальных людей тшуа идет волнами. Вот сейчас я занимаюсь чего, а сейчас я не занимаюсь. И это, видимо, нормально. А человек, который, как это, в барахе, у которого есть душевные силы для этого, и душа соответственного размера, и так далее, который может думать о тшуе постоянно, это не будет его постоянно принижать и вгонять в депрессию, а наоборот, будет возвышать, то божественный дух изливается в него с постоянностью. Это не обязательно пророчество, но что-то близкое к этому. И, видимо, откуда Рав знает. И, видимо, Рав здесь говорит немножко так же и по себе. Этого не написано, но в таких местах меня такое ощущает. «И высокое стремление к святости возрастает в нем, далеко превосходя обычного для среднего человека мира. Так он приходит к познанию истинного блага абсолютного успеха, которое не зависит от их нижних причин, но ищет самого человека. И это дюля добра». Успех этот, счастье, больше всех кладов и сокровищ. Скобочка. Больше всех кладов и сокровищ этого и будущего мира в мире. И только он делает счастливым весь мир и все сущее. «Ибо воля добра, обитая в душе постоянно, переворачивает весь мир и бытие к добру». Опять-таки, видимо, нормальные люди. Воля добра у них пребывает в душе прерывисто, непостоянно. Соответственно, переворачивает мир и бытие к добру тоже непостоянно. И, видимо, и нам, нормальным людям, силы мысли недостаточно. Нужно еще лопату в руки взять и идти ко мне. И благожидательный взгляд, которым он всматривается теперь в истинную суть мироздания, воздействует на реальность, на запутанную путь этого мира. А вот это вот, даже если мы еще не так высоко, это, видимо, нам стоит таки взять себе все равно. Благожидательный общий взгляд на мир – это правильно, это хорошо. Это очень хорошо, это действительно само по себе действительно исправляет мир. Делает его лучше, но для этого нужно действительно научить себя благожидательно смотреть на мир, а для этого нужно делать шуву. У нас опять шува идет не как самоцель, а как инструмент, который поможет мне достичь какой-то настоящей цели. Например, благожидательный осмотреть на мир, чтобы его исправить. И благожидательный взгляд, которым он всматривается теперь в истинную суть мироздания, воздействует на реальность и на запутанные пути этого мира, дабы вышли они из искаженного состояния, и все расцветает, и живет в блаженстве, и с богатством и духовным насыщением, что воле добра. И учение о том, что разрешение всех вечных вопросов зависит лишь от воли добра, это, по-моему, четвертый раз, если не больше, это словосочетание нас встретило, распространяется в мире через подвижников исправлений, все жизненные устремления которых неразрывно связаны с идеей шувы, с идеей исправления. Таким образом, желание становится утонченным и добрым на самом деле, как мы говорили. Мое желание – это то, чего я хочу. Очень важно его поднять и утончить. Это окончательная, конечная цель всего мира, всего сущего, всего человечества. Это не делается просто с наскоку, с гопу, с шашками наперевес. Это задача истории всего мира, всего человечества. С помощью чего это делается? С помощью чего? Опять-таки, время – это 6000 лет. Это не что-то, что я могу сделать сейчас за 15 лет, быстренько тут это самое помедитировав и там чего-нибудь достичь. Это целестой. Но тем не менее, очень нужно понимать. Таким образом, желание становится утонченным и добрым на самом деле, и мир продолжает совершенствоваться. А конкретный человек впрягается в эту телегу и толкает этот мир в этом направлении. Даже если он сделал немного. Он сделал желание, влюбленное силой тшуры. Есть внутреннее желание в глубин бытия. А как же? То есть разные желания. Мы сказали, есть внешнее желание, есть внутреннее желание. Желание, влюбленное силой тшуры. Есть внутреннее желание в глубин бытия. Не то поверхностное желание, что цепляется за внешние незначительные стороны жизни. Но желание ядро, сердцевина, центральная точка в основании жизни. Ведь это и есть абсолютная сущность. Воля и добрым. Это абсолютная сущность. И поскольку, благодаря глубине тшуры, стремление в добру стало постоянным, закрепляется добро в корне души, подлинной Иисусу. Опять-таки, мы сказали, благодаря глубине души. И вначале мы сказали, что постоянство души и мысли о душе, постоянство тшуры и мысли о ней в душе. То, когда истреблять добру, становится постоянным. Закрепляется добро в корне души, в подлинной Иисусе. И, как естественно, следствие этого, следующее поколение, каждое семя, которое приводит в мир, подвижник истинного исправления. Если же я не знаю, это духовная семя или материальная семя, это дети, это, может быть, ученики тоже, черпают цвет жизненности из источника добра. То есть они уже получают... То есть это какая-то вот такая вот духовная генетика, что человек, который достиг праведник, он влияет на детей, он влияет на учеников, он влияет на мир, тем, что мир начинает получать из более высокого и чистого источника следующее поколение, уже получает то, что предыдущее ему дало, он тоже получает основу как базу и начинает продвигаться уже с этой ступени. Это и есть они, обладатели сияющих душ, впитавших в себя идеальный свет и высшей святости. Как я уже сказал, мне кажется, Рад здесь немножко намекает на себя. Как это? Мы привыкли, что это очень-очень нескромно такое поведение, а в нашей литературе это встречается, когда великие люди в каких-то местах нам намекают на себя. Вот как-то более-менее. У меня, по-моему, все. Теперь я хочу завершить с вашей помощью вопросы, предложения, замечания. Пожалуйста. Ребнатон, все отлично. Я Шаркоах. У меня проблема только одна, что у меня очень близкие мысли с тобой. Мне действительно нечего возразить и добавить. Все ложится очень хорошо. Это действительно проблема в земле. Вот, Нехави хорошо, вот у нее как-то раз так. А у меня слишком ты гладко говоришь. Что у меня раз? Я Шарко. Я не возражала. У меня тоже очень это все кажется... Просто я там не поняла развитие мысли. Мне надо было как бы понять, о чем говорит конкретное предложение. Таким образом, к чему относятся? Как вы говорите, Гемарий говорит, начало Мишны или к концу Мишны? Я сегодня увидел... Ну, не сегодня. В том, который я учу, у меня было очень интересно. Нет, но... Вот всякие такие связки, они обычно внутри одного предложения. Я сейчас ураво нашел. Нет. И там длинное предложение, потом еще два-три посредине, а потом... Но! Нужно было тянуть там чуть ли там через полстраницы наверх, с тем, чтобы это соединить. Да. Да. Как это? Тем не менее, я считаю, что, чтобы учить раба, это для простых смертных. Не нужно там семипядий во лбу. Да, это сложный текст, но он прогрызаемый. Безусловно, Бнынох неевреям, желательно еврейский сопровождающий вообще в постижении как бы иудаизма и Рав Куха в частности, но как бы мое вот, мое знамя, которое я пытаюсь нести, что учить раба Куха самостоятельно можно. Текст его понимать правильно можно. Можно, можно. И главное, что при этом мы не скатываемся в какую-то примитивизацию. Да. Есть даже желание, например, сказать. Ну, неважно, даже у меня, например. Рав, Рав, сынок, мы сейчас подытожим учение Рав Куха в трех предложениях. У меня вот тоже было какое-то желание объяснить по-простому, каким образом вот мое желание воздействовать на мир меняет, мой взгляд, желание швы, да. Ну, на самом деле, это совершенно неочевидная вещь, очень непростая, да, тоже, потому что кажется, ну, ты вот становишься, тебе, ты больше веришь в Бога, ты веришь, что все сделано к добру, и ты смотришь на все, и находишь в чем-то позитивные, позитивные какие-то элементы. Но это не так просто, по-моему. Нет, я тут вообще не нашел, ты веришь, что все сделано к добру, это правильно, но здесь вообще это не так. я говорю о том, что тогда есть желание объяснить то, что не объяснено, вставить какое-то простое объяснение, но это не так, ну, есть там сложный какой-то механизм, который за этим стоит, которым много-много разных параметров, и мое собственное исправление себя, оно как-то влияет на меня, влияет на меня, что я начинаю смотреть на мир по-другому. И вместе со всем этим как-то это влияет на весь мир, но как это, очень непросто сказать. Давайте я приведу опять-таки с личного опыта пример, такой тоже примитивный, как вы говорите, но мне он вот помогает. Есть в Аллахе такое определение, что такое человек, который нарушает субботу, человек, который нарушает субботу, у которого там, не знаю, определение, как бы, вот такое есть, нарушение субботы на людях. И есть разные трактовки, что такое определение субботы на людях. Простой объяснение, что вот когда ты 10 человек увидели, вот люди, меня, это называется нарушение субботы. Есть объяснение, которое я люблю, которое говорит, что если есть уважаемый человек, даже один во всем мире, перед которым ты не будешь нарушать субботу, то даже если ты на людях субботу нарушаешь, такой человек не называется нарушать нарушительную субботу на людях. Вот я вот по аналогии хочу привести, сказать, пример по своей бабушке. Я был в молодости, как бы сказать помягче, хорошим сорванцом таким, как положено. Вот. А вот бабушка на меня всегда смотрела таким любящим, благожидательным взглядом. И вот, как бы это сказать, вот перед бабушкой мне почему-то было не по себе иногда делать всякие там гадости и шалости и так далее. И даже там, даже если бабушки не было, вот там рядом, да, вот бабушка там даже там умерла уже, все, ну вот я знал, вот там, вот так и так, вот бабушка вот все равно в меня верила, вот бабушка меня, несмотря на то, что это самое, вот она на меня зая, вот мне стыдно перед ней какие-то вещи было. И бабушки нету, но может быть уже умерла давно и все, но вот это вот благожелательный взгляд на мир делает этот мир лучше. Без того, что взял лопату и пришел, что-то копает, дорбит, что-то сказал. Вот, есть вот человек действительно большой, вознесенный, праведник, который действительно на тебя и на мир смотрит благожелательно, и это влияет напрямую на мир и мир хочется и становится быть лучше. Можно привести такие примеры, но действительно, как Нехава правильно сказала, иногда лучше обойтись без примеров и да, нужно пытаться содержать саму, чтобы не скатиться в примитивизации. но на самом-то деле тут действительно, если уж ты этот пример привел, то не случайно, что она не вопреки всему плохому поведению ребенка, она видела в нем хорошее. Она действительно видела в нем хорошее? Конечно. Да, да, да. Если этому хорошему не было, то это гораздо сложнее объяснить. Есть какой-то полный там. Да, а теперь нужно очень сильно пальцем крутить, потому что ребенок получил хорошее, это потому что это из-за того, что это в нем было изначально, потому что бабушка в нем это видела, то, что в нем может быть в конце концов, и поэтому это развелось. Это можно крутить так, иначе все хорошо. Да, 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 именно потому что это все непростая вещь. А другие дети, которых и верили, которым все разрешали, которых почему-то с ними это всегда оправдывали, и они были хорошие, они, в общем, с ними такого не произошло почему-то, они остались нехорошими. Все бывает, мир очень такой сложный, но на самом деле, конечно, такое позитивное, это ощущение внутреннее, что позитивный взгляд на мир, он как бы мир исправляет, оно, наверное, какое-то базовое ощущение внутри человека, не случайно так многие люди в это верят. И здесь мне тоже важно, я хочу, чтобы она донести свой директор, тоже повторяет мантру, очень важно, как мы видим Бога. Так вот, мне вот кажется, что важно именно видеть Бога, вот как вот такую вот добрую бабушку, которая на тебя смотрит, как-то, она тебя видит насквозь хорошим взглядом, добрым взглядом, она верит очень сильно в тебя и на всем это самое, машет клюком, говорит, вы еще увидите из него, сколько из него хорошего выйдет, да, он там разбил окно, он там вернул девушку за косичку, там еще что-то такое. Вот именно вот такой вот бабушек, которая на тебя и на весь мир смотрит вот таким вот именно очень благожелательным взглядом и болеет за тебя, это гораздо, мне кажется, более близкий взгляд на что такое Бог, чем вот это самое, так сказать, как это сказать, великан с дубиной, который тебя, это самое, от тебя хочешь, чтобы ты слушался, это самое, а иначе вот тебе тут уже и котлы готовы, и сковородки и так далее. И, кстати, это тогда объясняет, на самом деле, вот это, то, что ты сказал сейчас, почему тшула изменяет нас в этом направлении, когда ты приближаешься ближе к Богу, ты становишься ближе к такому взгляду на мир, и оно, он у тебя изменяется взгляд на мир. Отлично, большое спасибо, здорово. Простите, но вот именно это же взгляд тоже не для каждого, потому что он и развращать может в обратную сторону, что ты знаешь, что бабушка все равно простит, да, соответственно, я могу делать, очень хочу. Бабушка меня хорошо, бабушка меня хорошо тягала ремнем, когда было мир. Бабушка не простит все равно, но она в тебя верит. Именно поэтому ты получаешь ремня от бабушки, она в тебя верит. Внутренний ее взгляд, он, теперь, но с другой стороны все равно грубому человеку нужен бугай с дубиной. Это для него правильный и полезный взгляд на Бога. Ты, у тебя душа состоит из 90% грубости и страстей не знаю там чего, на тебя правильный взгляд на Бога, как это самое, как старшина с ремнем, не знаю там, с ломом. Абсолютно верно. Но человек и человечество понимает. Наверх также взгляд и понимание и как бы картинка Бога обязаны меняться. Можно, я не знаю, добавить про Гелеля. Была история с Гелелем, когда пришел один человек, который поспорил, что он его рассердит. И он ему задавал вопросы все время, которые на его взгляд были обидными, глупыми. А Гелель всегда в нем видел позитивное зерно и объяснял действительно почему. Он задумывался над этим вопросом, находил в нем глубокую философскую какую-то основу. Ну, во всяком случае, по Раву Куку как раз его комментарии на и на я, он не просто так объяснял, он объяснял философскую причину какого-то явления физического в мире. И когда вот того уже ничего не вышло, он ему сказал, эх, это ты такой, Гелель, чтобы не было больше таких, как ты в Израиле. Он говорит, а что такое, почему? Он сразу не рассердился. Вот почему? Из-за тебя я проиграл столько-то денег. И тогда по комментарию Рава Кука он ему говорит, а, ну тогда стоит тебе этого было проиграть. Рава объясняет, что если ты на таких, как ты, вот проиграешь, может подействовать позитивно. что он тебя может быть немножко вразумит. С такими людьми, как ты, вот он столько раз пытался ему объяснять глубокие философские вещи, а человек думал о том, только чтобы чем-то еще его обидеть или рассердить. Не, Бог, Бог, он, конечно, не тряпка, в любом случае, как бы. Это неправильный, взгляд на Бога как на тряпку неправильный, или как на родителя, которым можно манипулировать, знаете, я вам скажу. В Торе, в Хумаше, вы же меня прости, даже не помню. Там есть одна интересная штука такая. Идут евреи по пустыне, разгневляй евреи Бога, а Бог евреев простит. Идут евреи в пустыне дальше, и дальше они гневят Бога, и Бог их дальше простит. И идут евреи дальше по пустыне, и тоже можешь сам писать. И разгневляй они Бога, и Бог прости. Ты читаешь, ты все делал. И в книге, судя по вам, Тора так как повторяется, но в Торе это очень четко. Вот я вот читаю по молодости, у меня такое было вот, ну все, теперь ясно и понятно, игрушки играемся, игрушки играемся, Боше попросят, еще кто-нибудь попросят, там главное хорошо попросить, и Бог всех простит. а потом вспоминаешь историю, все хорошо, Бог ждал, и прости, раз, и два, и десять, а потом один храм разрушился, и второй храм разрушился, и то было, и другое было. Да, он очень долго терпелив, но вот это вот ощущение о том, что в игрушечки играемся, но уже как бы, мы уже пережили, это уже, напомню, не опасно. мы уже после истории, а не до. Вот так вот, давайте скажем. Я хотел добавить, если можно. Да, конечно. Это очень актуально, как что-то подумалось, так что, мы каждый день читаем это в молитве, это как бы объясняет то, что вы только что сейчас сказали, но, в свете последних дней, мы как бы видим, что это действительно не игрушечки. Есть о чем подумать. Да, 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 но вот я просто свое ощущение внутреннее просто делюсь со всем, у меня было такое, читаю, читаю, вот такое ощущение. Нет, это высшая мудрость понятие Мазель в Иурахум и Хафе Раор. Понять, да, он прощает и много прощательных, но в игрушечки мне играются. Отнять. Еще кто-то? Ну, хорошо, тогда всем без карантина физкульт привет. Мне было очень классно, как всегда, приветствую всех новых и приглашаю всех, которые еще не присоединились. встречаемся с Богом помощью, если все будет хорошо в следующей неделе. Большое спасибо всем, до свидания. Спасибо, спасибо, Ревнатор. Спасибо большое, до свидания. А это же будет уже перед Песохом? А посмотрим, будет перед Песохом слишком близко, видимо, отменим, я там не знаю. Секунду, 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 я сейчас взгляну. РФ Песох, а нет, это не РФ Песох, РФ Песох, Евро Ви. РВИ, РФ Песох, РВИ. Мы посмотрим, что у меня будет дома, как жена, как дети. С одной стороны, сейчас много детей дома, можно на них сбросить чего. С другой стороны, так, посмотрим, есть это самое, она там, ты жаловался, что я тебе не отвечаю, если я действительно, я обычно работаю просто. Я не всегда сижу там в этом чате. Звони, если я совсем уже это самое. Там было хабар. Может быть, в следующий раз понадобится, в середине того, что там произошло, в следующий раз может понадобиться с паролем заходить. Думайте, как, потому что это сложно, потому что у нас постоянно новые появляются, у нас в чате почти... В чате мы будем публиковать. А если кто-то не сможет зайти... Это проблема... Окей, это надо будет обсудить... Подождите, вот кто здесь все присутствующий? Кто-то есть не в чате? Нет. В каком чате? В чате? Не в чате, на телеграме обсуждения наших уроков. Я не в чате. Значит, нужно тебе получить предложение, потому что дальше... Ну, может быть, ты в общем чате каком-то, я не знаю, но в основном дальше будут с паролем вход на урок. потому что... Ну окей, я с Натаном, я позвоню. Я с Натаном. То, что я...